Любимка, да? Лучий какой! Галина Кудряшова – журналист и телеведущая дома. Она мама для двух котов – Тимоши и Пикселя. Пикселю три года, Тимоши восемь. Первого кота Галина увидела сидящим у двери поликлиники и не смогла пройти мимо. Забрала, несмотря на то, что мама была против того, чтобы заводить домашних животных. Был совсем маленький комочек, умещался на ладошку буквально. Очень боялась, что он еще очень маленький, придется хранить пипетки. В общем, продумала все варианты. В итоге, когда принесла домой, мама сказала, «Все, ты будешь сама за ним ухаживать, теперь сиди с ним». Первые три недели я такая иду к плошке, и мама говорит, «Я его уже покормила!» Я иду в горшке, «Я за ним уже убрала! Я с ним уже поиграла!» В общем, в итоге он ей даже больше понравился, чем мне. В живом уголке Рязанского эколого-биологического центра у кроликов обед – породы от декоративной до мясной. Они тоже подкидыши хозяева завели себе милое пушистое существо, а когда наигрались и надоело за ним убирать, принесли сюда, якобы на передержку, и забыли забрать. Также попали в живой уголок болотные черепахи и шиншиллы. Единственный новичок, которого забрать обещали – енот на сухом. Любит бананы и охотно наводит свой порядок в комнате, когда его выпускают из клетки погулять. В живом уголке проходит занятие с детьми, но брать животных на руки, как в контактных зоопарках, им не разрешают. Исключение – антистрессовая морская свинка Федор. Берешь его на руки, он успокаивается и успокаивает того, кто берет на руки. То есть такое очень дружелюбное животное, у него очень много положительной энергетики происходит. Есть в центре и экзотические животные – агама, розовый язык и сцинки. Коллекция частная, ее передал сюда друг эколога биологического центра. Им нужно много внимания и специальный уход. Например, ящерицы очень чувствительны к корму и освещению в террариуме. Если за рационом не следить, рептилии может вырасти до больших размеров. Мы при помощи лаборантов замеряем всевозможные параметры этих животных – вес, рост, диаметр хвоста, диаметр черепа и так далее. И потом школьники составляют для них рацион, естественно, под присмотром педагога, и наблюдают за ними, как они растут вот по этому самому рациону. Не исключено, что в центр владельцу придется передать и других питомцев. Законопроект предписывает правительству составить перечень животных, которых запрещено содержать дома. Между тем, новый закон предусматривает наказание для нерадивых хозяев. Владелец, который отказывается содержать своего питомца и выгоняет его на улицу, попадает под ответственность за жестокое обращение, поскольку ставит его жизнь и здоровье в опасность. В Рязанском частном приюте «Лучшие друзья» сейчас 80 собак. Ухаживают за ними волонтеры и директор Вероника Живоронкина. Она готовит для животных еду, наводит порядок. Вероника считает, что новый закон заработает, но через несколько лет, когда будут выработаны механизмы для его реализации. Хозяева должны предотвращать появление, например, нежелательного потомства или запрет самовыгла животных. То есть нельзя выпускать домашнее животное на самовыгул. Это как-то уже все равно сократит численность бездомных животных. В приюте сейчас находится пять кошек. Вот этих малышей забрали с дачи. Их бросили хозяева, у которых окатилась кошка. В комнате с котятами держат слепую собаку Машу. Она прожила одна-два года после смерти хозяев. Еду приносили соседи, которые с собакой никак не контактировали. Маша до сих пор боится людей и даже не подходит тем, кто хочет ее погладить. Одна на улице, она бы просто не выжила. Что ее забрали волонтеры, спасло жизнь. Галину Кудряшову каждый день с работы ждут ее любимые коты. Она считает, что выбрасывать на улицу животных нельзя. Хозяева должны думать, прежде чем заводить домашних животных. И помнить, мы в ответе за тех, кого приручили. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».